Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи главный редактор российского журнала «Кабельщик», эксперт в области телевещания Яна Бельская. Яна, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну и начать я бы хотел с недавнего интервью, которое в нашей программе дал Глеб Павловский. Он считает, что телевидение не управляет аудиторией, потому что аудитория сама создает запрос, и, собственно, телевидение просто отражает этот запрос. Вот насколько это справедливое высказывание, как вы считаете? Я не уверена, что это справедливое высказывание, потому что это мнение Глеба Павловского, и я всецело ему доверяю. Но дело в том, что, конечно, телевидение формируется зачастую на основе тех рейтингов, которые получают все вещи телевизорно. Ну, в настоящий момент телевидение, оно, да вообще всегда, телевидение, оно и само формировало повестку дня, в соответствии с тем, есть социальный заказ, и этот социальный заказ формируют сами создатели этого телевидения и так далее. Хорошие программные директора или главные редакторы телеканалов, они, конечно, учитывают, всегда учитывают данные о рейтингах, но это некое такое... Они всегда ищут баланс между тем, что они хотят сказать, и тем, что хочет смотреть зрители. Много говорят о том, что сегодня в России холодильник впервые начинает побеждать телевизор. Так ли это на самом деле? Вот ощущаете такие тенденции снижения влияния телеканалов сегодня? Ну, каждый, наверное, первый, может быть, каждый второй говорит, я телевизор не смотрю. При этом все эти люди потребляют телевизионный контент какими-то другими способами. И, конечно, на самом деле они включают телевизор, они все равно смотрят телевизор. Это... Я пока этого не ощущаю. Просто телевидение стало пробираться к людям через другие какие-то экраны, через телефон, через YouTube, через Яндекс. Огромные просмотры Яндекса. И вот только что прошел фестиваль, музыкальный фестиваль нашествия. Там традиционно пару сотен тысяч человек. И столько же его смотрели в Яндексе. Прямые эфиры в Яндексе. Это показатель. К сожалению, знаете, есть такой термин «кордкаттеры». Это те, кто отрезает телевизор, кто не смотрит их. Моя собственная дочь такая, когда я спрашивала, ставить ей телевизор или нет, зачем. Но эти люди все равно смотрят телевизионный контент. В США, в Европе там измеряют, очень серьезно измеряют эти показатели и пытаются что-то с этим делать. Поэтому так сильно развивается и там, прежде всего, так сильно развивается смарт-ТВ и интернет-телевидение. У нас это не измеряется практически никак. То есть можно ли говорить о том, что сегодня YouTube и интернет, когда человек говорит, что я не смотрю телевизор, а нахожу информацию в интернете, он по сути все равно смотрит телевизор? Безусловно. Просто люди перестали проводить различия. Он сейчас посмотрел ролик на YouTube, для него это все равно информация из интернета. А потом он почитал новости на Google или на Яндексе. И это все равно потребление и видео, они очень близки сейчас. Вы знаете, среди телевизионных каналов сейчас активно обсуждаются форматы, и очень многие стали делать специальные форматы для своих страничек в соцсетях. Там другая картинка, если 16 на 9 картинка растянутая для телевизора, то для интернета это уже квадратный формат. Вот какие-то... Большинство, например, людей потребляет в интернете новостные сюжеты, ну не большинство, но не меньше половины, без звука. Поэтому подкладываются специальные субтитры. Это адаптация видеоконтента, адаптация телевидения под интернет. Насколько вообще в России сегодня телевизионное начальство задумывается об альтернативных платформах? То есть это хаотичная история, ну проникновение телевидения в интернет, или это уже все-таки такая целенаправленная работа? Каждый канал, конечно, занимается этим по-своему. И разные компании, они по-разному относятся к этому развитию. Дело в том, что монетизация через интернет, она очень осложнена пока. Не все телеканалы понимают, как продавать рекламу в интернете, не очень много профессиональных компаний. Ну, кто-то уже научился, кто-то еще не научился. Поэтому все понимают, что надо уходить и надо делать что-то для интернета. Сейчас активно развиваются, и не только для интернета, интерактивного телевидения. Сейчас активно развивается такая технология HBB. Она позволяет подмешивать дополнительную информацию в телевизионную картинку. Это тоже интерактивная история. Но, в общем-то, все... Я бы скорее сказала, что хаотично. Но, вы знаете, есть еще одна интересная штука. Очень много всего роется в голове. Очень много всяких интересных штук сейчас происходит в телевидении. И очень много находок. И с ней их пытаются как-то внедрить. Ну, в общем... Да, слушаем вас, Яна. У меня просто сбоит немножко сигнал. Он меня отвлекает. Вот. Извините. Да, мы вас не видим, но слышим при этом. Да? А я-то себя вижу. И это мне действительно затрудняет. К сожалению, я себя еще и слышу. А давайте мы вам перезвоним. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Напомню, что на прямой связи с нами сегодня главный редактор российского журнала «Кабельщик». Эксперт в области телевещания Яна Бельская. Вот Яна возвращается к нам на прямую связь. Теперь мы ее видим и слышим, потому что у нас такая картинка повисла, хотя звук шел без перебоев. Яна, слышите ли вы нас сейчас? Все ли в порядке? Я вас вижу, слышу, все прекрасно. Да, ну вот возвращаясь к теме, вы как раз остановились на, цитирую, интересной штуке, которая происходит сегодня. Я про рейтинги. Есть такие системы измерения, которые позволяют, пусть в ограниченном количестве сетей, но измерять практически поминутное осмотрение огромных тысяч людей. Да, там мне, это не те данные, которые дают, скажем, официальные измерители медиаскоп, но это данные, которые стекаются через интерактивные платформы, через все IPTV-платформы. И, например, есть программные директора, я с двумя из них общалась, например, они с помощью этих систем, у нас есть такая исследовательская компания Media Hills, они дают этот рейтинг, и они совместно отслеживали телесмотрение поминутно каждой программы. Это могут делать большие телеканалы, но малые телеканалы это делать не могут. Теперь не могли дать до сих пор, теперь они это все могут делать. И что это дает? То есть это показало реально ситуацию на рынке и реальные рейтинги? Потому что рейтинги – это такая загадочная история, это знают все работники СМИ. Это абсолютное шаманство, рейтинги – абсолютное шаманство. Там очень большое количество допущений, даже в этих рейтингах, которые получаются от IPTV-сетей, там есть допущения, потому что в этих IPTV-сетях есть не все 500 каналов, которые есть на рынке, а условно говоря 300-400. Тем не менее, мы максимально приближаемся к тому, чтобы понимать, что на самом деле происходит с телевизионным контентом. Другое дело, что далеко не всегда, это то, что я говорила в самом начале, не обязательно смотреть полностью на рейтинги. Программный директор и люди, которые создают, вот приятельщики, которые создают программы, они только отчасти должны все-таки следить за рейтингами. Но все-таки они должны понимать, они знают больше немножко, чем средний зритель. Они прекрасно понимают, что они хотят показать и как они хотят показать. И здесь нужно искать баланс каждый раз между тем, что хочет слышать зритель. Потому что мы понимаем с вами, если мы будем ориентироваться только на то, что хочет слышать зритель. Есть такое даже кино немецкое, про то, что ребята стали делать программы только такие, которые дают сразу большой всплеск телесмотрения. И получилась чудовищная дрянь. Мой человек, программный директор, знает об этом, поэтому, конечно, они стремятся следить за каким-то балансом. Тругое дело, что сейчас огромное количество фейков, а мы знаем, что в интернете очень много фейков, и это отдельная такая тема. Ложь на телевидении, это отдельная тема. Насколько я знаю, мы сегодня ее не обсуждаем. Ну, а все-таки, если посмотреть на ситуацию с точки зрения российских телеканалов, я чуть позже задам этот вопрос. У нас слушатель присоединился. Выслушаем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Глеб зовут. Да, Глеб, слушай. Интересная тема. Я хотел бы обратиться к вашей гости с двумя вопросами. Первый вопрос, в общем-то, кто вообще руководит вот этим всем украинским адом на центральных российских каналах? То есть уже немножко перебор, по-моему. Неужели так в России люди сидят и смотрят эти шоу с абсолютно не обменяемыми представителями, которые вообще, ну, надо просто выключать и уходить, потому что они там орут друг друг друга и не слышат. Это один вопрос. Второй вопрос вылетел из головы. Тогда я предложение скажу. Знаете, я занимаюсь видеоконтентом, ну, конечно, в своем примитивном уровне, и занимаюсь в интернете, и мне в Ютубе попалась ужасающая статистика, значит, которая говорит следующее. 0,64% Ютуб-каналов, вдумайтесь в эту цифру, 0,64% Ютуб-каналов потребляют 82% трафика Ютуба. То есть эти каналы подгребут под себя весь трафик, оставляя всем остальным крохи. И в этой связи возникает вопрос. Он, кстати, идеологический вопрос. Ютуб специально двигает каналы, которые не являются, скажем, официозом. Да. Альтернативный... Да, и вопрос в следующем. Вы там к богам поближе, к российским. Нельзя ли там Яндекс двинуть, чтобы они наконец-то создали достойную конкуренцию Ютубу, чтобы... Ну, потому что Ютуб стал совсем не вменяемым. Да. Спасибо вам. Ну, вот давайте начнем со второго вопроса. Я сейчас начинаю с конца. Ну, а ведь вопрос, он был политически менее нейтрален. Если начинать с конца, Яндекс сам всеми силами пытается развиваться и составить конкуренцию Ютубу. Другое дело, нет никакой уверенности в том, что те силы, которые влияют на Ютуб, не получат какое-то альтернативное развитие в Яндексе. То есть есть действие, есть противодействие. И одни силы будут влиять на Ютубу, как на продукт Гугла, да, другие силы будут влиять на Яндекс. И как известно в Яндексе, который является российской компанией, вы в выдачах, поисковых выдачах, получаете далеко не ту информацию, которую могли бы получать, если бы не российские ограничения в интернете. Что касается, в любом случае, за такими платформами по Гуглу и Яндекс, такими мультиплатформенными, мультизадачными, конечно, за ними будущее, и это страшно интересная тема, за которой стоит следить. Что касается того, что происходит на российском телевидении. Вы знаете, я как мантру пою. Есть разное телевидение. У нас есть, конечно, первый канал и канал НТВ, на которых вы можете там человека с ведром ковна. Можно это говорить в эфире? Можно. Хорошо, извините. Да, или какой-то в эфире, ругань в эфире. Но эта повестка дня, она диктуется неким общим таким местом, некой потребностью заказа сверху, чтобы формировалась именно такая картинка. Видимо, у нее есть потребители. Не нравится? Уходите. У нас 500 каналов, у нас масса интересных программ, у нас масса программ неангажированных. Я, например, для себя, я тоже, я очень много смотрю телевизор, и только частично я его смотрю профессионально. Я очень люблю кино и смотрю его много. В какой-то момент, ты понимаешь, ты начинаешь чувствовать, что когда тобой хотят руководить, когда тобой хотят манипулировать, твоим мнением хотят манипулировать. В такие ситуации я просто выключаю эту программу. Я не хочу, чтобы кто-то на меня влиял вот таким целенаправленным посылом. Если вам не нравится канал, уходите, вам есть что смотреть. Посмотрите познавательные какие-то программы. Сейчас очень хорошо развиваются каналы о хобби, каналы кино. Но у нас 80 каналов кино, больше 80. Нам есть что посмотреть. И новости тоже можно смотреть альтернативные. Я все время об этом говорю. Все равно у нас 70, совокупно больше 70% телесмотрения приходится на федеральные каналы. Значит, это смотрят. Но здесь как раз можно провести аналогию с тем, что сказал наш радиослушатель о Ютубе, что только определенное количество, небольшое, десятые процента трафика приходится на не основные Ютуб-каналы. Так же получается и с федеральными телеканалами в России. То есть, ведь большинство, я уверен, просто знают. Первый – Россия, НТВ и РЕН-ТВ, возможно, еще. Ну и далее уже меньше. По большинству. Проникновение платного телевидения, не эфирного телевидения, то есть не только первой двадцатки, 70% в стране по статистике. Причем эта статистика включает и федеральные, и не федеральные СМИ. Я со своей стороны, я поскольку очень много езжу по операторам, по городам, я думаю, что этот процент выше, потому что существует такая штука, как относительно серый рынок, да, операторский, большое количество операторов ради того, чтобы меньше платить за контент, они говорят, что у них меньше абонентов, чем на самом деле. Это как боль нашего рынка телевизионного. И на самом деле, я думаю, что где-то процентов 10 еще абонентов, зрителей, смотрит телевидение неучтенно. Так что почти еще большинство знает, и в данном случае не просто телевидение, а телевидение неэфирное. Хотя принимает хотя бы один неэфирный канал. Об этом мы поговорим после небольшой паузы, прервемся на рекламу, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Яна Бельская, главный редактор журнала «Кабельщик», у нас на прямой связи из Москвы. Оставайтесь с нами. Радио Болткома. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня на прямой связи с нами из Москвы Яна Бельская, главный редактор российского журнала «Кабельщик», эксперт в области телевещания. Яна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Сложный по-другому российского, потому что вы же понимаете, когда существуешь в интернете, границ нет. Границ нет, на самом деле. Это мой следующий вопрос, потому что, когда мы говорим о российском телевидении, мы говорим в том числе и о телевидении, которое очень популярно в Латвии, и вообще в других странах, где говорят на русском языке. На самом деле, в чем, на ваш взгляд, феномен российского телевидения? Только в том, что там много денег, и они вкладываются, или в чем-то другом? Вот как вы считаете? Говорить, что на российском телевидении много денег, очень сложно. Вообще российское телевидение, действительно, в смысле качества картинки, в смысле новых технологий и так далее, технологий к съемке, оно, конечно, на весьма высоком уровне, как и российские телекоммуникации. И с моей точки зрения, главным феноменом является то, что это телевидение умудряет существовать на три копейки. Есть такой показатель ARPU, это доход операторов с одного абонента в месяц. Так вот, ARPU в России нижайший в мире. Мы находимся где-то рядом с Индией, которая там с конца второе и третье место. Только в Индии у нас полтора миллиарда человек, ну почти. А в России, дай бог, 150 миллионов. И поэтому доход, совокупный доход на то количество телеканалов, которые приходят, он не вообразит. Я вообще не понимаю, как эти люди делают. Да, федеральные каналы получают дотации со стороны государства, вместе с социальным заказом, естественно, параллельно. Но огромное количество телеканалов, там больше 400, они существуют только на деньги от рекламы, и прежде всего от абонентской оплаты. Для меня и для профессионального рынка это гораздо более интересный феномен. Но это можно объяснить, как выживают российские телеканалы в таких условиях? Да по-разному. По-разному. Есть каналы, которые существуют, они аффилированы крупным операторским компаниям или крупным вещателям. Как известно, аффилированные структуры национальной медиагруппе имеют, скажем, свои преференции. И понятно, что группа телеканалов, скажем, цифрового телевидения, они имеют и возможности где-то использовать ресурсы ВГТРК и так далее. Это никоим образом не умаляет их достоинств как создателей отдельных телеканалов вполне себе продвинутых и на мировом уровне. Другое дело, что действительно часть этих каналов они окупаются не очень... Я в данном случае не про цифровое телевидение, а часть телеканалов не эфирных. Там есть и саманы всевозможные, и телепагазины, которые многие не любят. Но это, опять-таки, это источник существования этих телеканалов. Для того, чтобы, если вы хотите что-то красивое посмотреть, надо понимать, что контент стоит дорого. Если вы хотите посмотреть какой-то крутой чемпионат, спортивные права стоят очень дорого. И за это, конечно, надо заплатить. У нас звонок. Так, только что был, сорвался. Напомню, номер телефона 672-12-93-9 и второй номер 672-13-93-9 с телефона прямого эфира в нашей студии. Номер WhatsApp 230-6191. Пишите ваши сообщения, задавайте ваши вопросы. Главный редактор российского журнала «Кабельщик», эксперт в области телевещания Яна Бельская сегодня является гостем программы «Абонент доступен». Все, что вы хотели знать о ТВ, в том числе и российском, так мы сформулировали тему нашего эфира. Но влияние, опять же, очень много говорят о влиянии российского телевидения. Я подразумеваю под этим пропаганду в первую очередь, особенно если относятся к странам дальнего и ближнего зарубежья, как в свое время говорил российский МИД, придумав такую формулировку. Влияние действительно сильно, вот как вы считаете, у российского телевидения? Да, я уверена, что на русскоязычное население за пределами России влияние даже выше, чем в России. Сплошь и рядом я встречаю очень такую непонятную точку зрения на то, что на происходящее в России. Я связываю это только с одним. Русскоязычные зрители Латвии, русскоязычные зрители Германии смотрят федеральные СМИ, на которых им рассказывают о том, как мы встали с колен и как у нас все хорошо. И у них нет возможности... При этом они живут там, где они живут, есть у них какие-то претензии к своим правительствам. По нашим федеральным СМИ, во-первых, очень сложно сказать, что есть претензии к правительствам, просто потому что федеральные СМИ не показывают огромные эти митинги, и когда вяжут людей, выходящих на митинги, и засовывают их в автозаки, если люди протестуют против строительства полигона мусорного, еще чего-то, это все не показывают. Кроме того, российские люди выходят на улицу, и они получают зарплату, они выходят на улицу, они видят, что все выглядит немножечко не так, как рассказывают федеральные СМИ, но близко к тому, что показывают не федеральные СМИ. Но за пределами России нет возможности, ну или меньше возможности, надо специально искать информацию, чтобы узнать про эти митинги, про эти шествия, про убийство геев в Чечне, про много всего. и люди, получая свою пенсию в Германии, не понимают и не знают, сколько на самом деле получают пенсии в российской инфрации. Поэтому у них создается, благодаря российским СМИ, такая искаженная картинка, что у нас здесь все идеально и прекрасно. То есть получается, что в России сегодня зритель более критичен, чем еще несколько лет назад, к контенту, к содержанию. Это очевидно, посмотрите, упавшие рейтинги президента. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир зовут. Да, Владимир, слушаем вас. Первый, у меня вопрос вообще, технически первый, связан с шорингом, так называемым, воровством канала, что там происходит, как это высчитывается и как они работают с этим вопросом. Ну и маленькая реплика по поводу того, что мы тут в Латвии русскоязычные, не видим эту картинку, ничего не понимаем. Ну, вы нас недооцениваете, мы все понимаем и все видим. И я так понимаю, что у нас возможность ездить туда, с аэропорта полные самолеты летают, поезда ходят. Я сам там бываю раз в пять в году, и должен сказать, что мне нравятся события, вещи, которые происходят в основном в России, да. И вся эта вот, ну, чем вы восторгаетесь, тем тем, что сейчас вы последнее время говорили, да, меня, конечно, это выручает, но не то, что люди могут, не могут высказать, они высказывают, они выходят на демонстрации, но автозаки, они и в Латвии есть, автозаки и в Испании, да, они должны выполнять свою роль. Поэтому мы хорошо ориентируем. Поняли вашу реплику, ну, давайте с воровства каналов начнем. Да, шаринг существует, это большая проблема, но, как я уже говорила, у нас один из самых низких арпу в мире, и люди просто, стоимость шаринга, она не очень сильно отличается от стоимости легального подключения. Поэтому у нас нету, я бы не сказала, что прям очень большое развитие, при том абсолютно наплевательском отношении к пиратам, у нас очень сложно доказать факт пиратства, очень сложно. Операторы и телеканалы прям пьются годами, чтобы доказать факт пиратства. Тем не менее, борьба с шарингом идет, не только с шарингом, но и с другими способами пиратства. Есть в смарт-тв, постоянно появляются новые платформы. Сейчас, например, обсуждается у нас цивилизация дистрибуции пиральных телеканалов, чтобы появился некий единый дистрибутор. Вот сегодня в Госдуму был вынесен законопроект о том, что, ну, о создании такой структуры, которая будет заниматься распространением в федеральных каналах в интернете. И эта структура, по идее, должна будет заниматься и контролем, там, регулированием и, в общем, отсутствовать пиратство. Но проблема есть, проблема потихонечку сокращается, но довольно медленно. Идет борьба. На мой взгляд, если уж мы об этом заговорили, это большой, у нас большие споры об этом. На мой взгляд, ничего не получится, пока не будет личной ответственности каждого гражданина за пользование пиратским контентом. Мы же говорим не только про шаринг, мы говорим о пиратских трансляциях, телеканалов и фильмах, прежде всего, в интернете. Все это будет продолжаться, я убеждена, пока люди сами не начнут дифференцировать, что есть правильное, настоящее, а что есть пиратство. А это произойдет только, когда к нему придет, пусть даже не с санкциями для начала и не с наручниками, а просто придет провайдер и скажет, товарищ, мы знаем, ты смотришь пиратское видео через наши сети. Это уже будет такая мощная дисциплинарная мера. Но пока все надеются на то, что участковые этим будут заниматься, еще какие-то там, отделы КАМ может быть, может еще какие-то. И плюс еще вот эта сложная процедура доказательства факта пиратства. Поэтому идет, все идет, все меняется. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Задавайте вопросы. Яна Бельская, главный редактор журнала Кабельщик у нас сегодня на прямой связи. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Я еще раз, я прошу прощения. Я недавно провел опрос среди своих знакомых, которые в России все плохо и пора валить. И оказалось, что у двух третей из них зарплата гораздо выше среднего по России заработной уплаты. Им все плохо. А я просто поддержу предыдущего звонящего. В отличие от вас, Яна, нам есть с чем сравнивать. А вот вам не с чем сравнивать. Спасибо. Спасибо. Ну вот это к реплике радиослушателей, что недооцениваете. я прежде всего я тоже достаточно много общаюсь и езжу. В общем-то, статистика не ведется по знакомым. В-третьих, я ни в коем случае никогда не говорила пора валить. И у меня только одно российское гражданство. Я плачу все налоги и никуда валить не собираюсь. Это просто некий перекос, с которым я постоянно сталкиваюсь. Вы знаете, некоторое время назад у нас раз в год в Латвии, кстати сказать, проходит конференция медийная. Там собираются телевизионщики не только российские и латышские, но и всей Прибалтики, Молдова, Армения, Грузия. Очень много кто приезжает. Приезжают в том числе и ребята из Украины, которым я тоже задавала вопрос по поводу того, что гигантское количество запретов на российские технологии, в том числе не ангажированные, не запятнавшие себя ничем лишним. Но понимаете, у каждой металли есть две стороны. Мы не можем, не стоит совсем вправо уходить и совсем влево. И всегда истина где-то посередине, и надо это всегда понимать. Просто моя истина посередине, которую я пытаюсь точно так же для себя найти, у вас справа она выглядит неправильной. Ну, полемика это признак здорового общества. На этой самой конференции я, например, делала доклад за прошлом году по Крашвитту, о том, каким образом проще всего дифференцировать и понять, какие каналы можно, какие каналы нельзя, какие каналы манипулируют и какие не манипулируют. Я просто давала какой-то инструментарий. Да, больше всего на манипуляциях можно сейчас ловить именно федеральные СМИ. Они пытаются влиять на общественное мнение. Вы не согласны, пожалуйста. Но говорить о том, что я не знаю о том, как живут в Латвии, ну, наверное, это ваши... 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Яна Бельского у нас сегодня на прямой связи. Говорим мы о телевидении и, кстати, о манипуляциях. Манипуляции это осознанная история или это уже получается как самоцензура? Никто не дает задания, но уже редактор, скажем, второй эшелон думает, что так надо. Как это происходит сегодня в России? Я уверена, что это ослово. Я уверена, что это осознанное. Очень часто к манипуляциям прибегают люди для того, чтобы доказать свою точку зрения, не всегда даже понимая это. Но в случае с российскими федеральными СМИ я убеждена, что это есть... Ну, собственно, не только я убеждена. Это как бы... У меня тоже есть знакомые, с которыми я общаюсь, только в отличие от ваших слушателей. Мои знакомые, они в большинстве своем, вставляющем большинстве своем, я много лет просто в этом рынке, и у меня практически все вокруг, они все как-то какое-то отношение к медиам имеют. И читать есть, и это сама цензура, и умалчивание какой-то важной информации тоже является манипуляцией. А где-то прямо целенаправленное некое создание. Ну, это как, знаете, как выводили георгиевскую ленточку на рынок, пиар-агентство, которое выводило некий символ, который сплотит народ, который станет неким символом, и так далее. Вот точно так же ведется работа с общественным мнением, и каждый раз определяется повестка пиар, определяются цели, и дальше уже телевизионные начальники решают каждый по-своему, каким образом этого добиваться. Но главная манипуляция это то, что поголовно советское, ну, российское общество, российский народ в большинстве своем до сих пор считает, что мы не ведем войну на Украине. Тоже, в общем, манипуляция. Насколько эффективно внешнее вещание, я в первую очередь имею телеканал Russia Today, вещание на иноязычные страны, не на русском языке, насколько в этом смысле Россия далеко продвинулась. Вы знаете, канал Russia Today прекрасен в своей прекрасности вот в части качества картинки, в части уверенности, но при этом телеканал люди, которые поймали его на лжи, условно говоря, которые помнят историю распятого мальчика, полностью придуманы этим каналом, за что он потом извинился. Первый канал показал распятого мальчика, они Russia Today, если я не ошибаюсь. Это именно Russia Today это думает. То есть это именно они, они как раз вспомнят первый канал, впоследствии эту историю у них уже передрал, и, кстати, первый канал не извинился. они выполняют они выполняют свою миссию и выполняют ее за те деньги, которые они получают, они выполняют на 5 плюсом. Они полны самоиронии, они очень хорошо используют нелюбовь очень многих граждан мира, скажем, США и к политике США по отношению ко вторым, третьим странам, и они, конечно, эту историю очень хорошо используют. Этот канал создан с определенными целями, этих целей он добивается. Я не думаю, что среди там, скажем, граждан Великобритании такой уж большой процент людей, которые смотрят и доверяют Rush to Day. Но совершенно четко такой канал должен быть, и почему он есть у Франции, у Японии, у Великобритании, у всех он есть, а у России нет. Другое дело, что он выполняет некий заказ и выполняет ему хорошо. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Геннадий. Да, Геннадий, слушай вас. Да, Яночка, ну вот вы опять хочу немножко вам возразить, что, допустим, вот вы сейчас живете в России, вы можете, ну, скажем так, поливать ее грязью, совершенно не заботясь о том, что с вами будет, правда? А вы вот приедете и здесь поживите, напишите что-нибудь в Фейсбук. Ну, пишут много критических статей о том, что происходит. Ну, или, как на примере последнего, заведут уголовное дело. Вы имеете в виду филе и то, что продутся присоединения Латвии к СССР, но такая уголовная статья, это известно. Да, российских войск на Украине, ну, ОБСЕ-миссия вам ни о чем не говорит, что она их не видит. У американцев нет. У вас есть вопрос, или вы все-таки ограничитесь репликой, судя, что в нашу? Вопрос, ну, я бы хотел все-таки, чтобы, на самом деле, мы, люди, живущие в других странах, не с Россией, конечно, мы понимаем, где нас хотят оболованить и где нет. Это занимаются все СМИ, но что, СНН это не делает? Дело в том, что государство плохое, просто манипулируют людьми везде, но я думаю, что большинство людей понимают, и не надо думать, что мы просто какие-то тупые. Мы все видим и знаем, что плохо есть в России, санкции, много вещей. Но об этом не нужно говорить, как вы считаете? Вот если гражданин России говорит о том, что не обязательно. Нужно обязательно говорить, и о плохом надо говорить тоже. Но мы же смотрим и не только те каналы, которые, ну, федеральные, мы же смотрим и Дождь, мы смотрим другие каналы. Да, спасибо вам, но такая реплика, Яна, прокомментируется. Я грустно, что с точки зрения этого человека я выгляжу, как поливающая грязь. Я, в общем-то, не сказала ничего криминального. То, что я не сижу, это, наверное, только недоработка куратора какого-нибудь, потому что у нас еще много народа сидит, несколько тысяч. Но, понимаете, я не пыталась никого обидеть, и не пыталась, я все время стараюсь сохранить объективность. Если с точки зрения человека, любящего президента, мне, например, есть знакомый и латыш, который ходит все время в футболке вежливые люди с портретом нашего президента. но это его позиция, я не оскариваю ее. И точно так же, давайте мы говорим о телевидении, мы говорим о телевидении. К сожалению, заниматься телевидением и сохранять лояльность, полную лояльность, полное одобрение всего, что происходит, я не могу. У меня нет таких фактов, которые позволили бы мне сохранить абсолютно позитивное отношение к происходящему. На телевидении вот мы наблюдаем как раз реакцию радиослушателей, это тоже ведь в какой-то степени результат телевидения, который рисует такую идеалистическую картинку, если мы говорим, конечно, о федеральных каналах, просто когда я был в России, некоторое время смотрел телевизор, я проанализировал ряд информационных программ, и там вот, ну, одну просто помню, хорошо было, американцы помогали каким-то террористам, далее была история про Украину, и третий вариант был, Медведев открыл Эрик Коровник, который даст рекордный удой молока, то есть это выпуск программы «Время» был за один день, и вот я просто его тогда разложил по полочкам и посмотрел, насколько все хорошо в России и плохо в других странах. Вот это восприятие, критическое восприятие, или наоборот, отсутствие критического восприятия, тоже то, что формируется сегодня телевидением? Вы знаете, по моему ощущению личному, единственное, что формируется телевидением, это неприятие телевидения, и прямой смеси этого поголовная вот эта вот мантра «Я телевизор не смотрю». Это такой откат, это такой, такая обраточка прилетает к этому телевидению за манипуляцией. Нормально? Это нормально, полемика – это признак здорового общества. Коль скоро у нас есть с вами полемика, и коль скоро у нас есть вот этот спор о том, все правильное, что неправильное на телевидении, наверное, это хорошо. Вы говорили несколько лет назад о токсичном и нетоксичном телевидении, этот вопрос я задам после звонка. Здравствуйте, как вас зовут? Я еще раз вернусь. Я не собираюсь с вами полемизировать, я хочу задать вам вопрос. Вот вы изучали, как двигается контент в интернете, что интернет зомбирует гораздо в большей степени, чем телевидение. Вы в телевидении можете кнопку переключить, а в интернете вы ее не переключите, вас будут зомбировать. Вы не сравнивали степень зомбирования интернетом и степень зомбирования телевидения? Да, спасибо вам, Глеб, поняли ваш вопрос. У меня есть шапочка из фольги, я спасаюсь. Ну, то есть, вы не считаете, что YouTube, например, который, кстати, там есть рекомендации, если ты зашел на одни каналы, он будет рекомендовать похожие, и там такое, если, в общем, потом усилием воли не выйти из этого ряда, будешь получать определенный контент. Интерактивная система телевидения точно так же рекомендует вам тот или иной контент и тот или иной телеканал. Переключить телевизор с кнопки на кнопку вам нужно не всегда один раз кликнуть, интернет может просто закрыть экран, трестик нажать и так далее. Я не считаю, что что бы то ни было зомбирует того, кто не хочет быть зомбированным. Вопрос к вам. Вы хотите быть зомбированными? Пожалуйста, зомбируйтесь. Вот вопрос о токсичном контенте я его расширю в контексте того, что вы в свое время говорили о токсичном телевидении. Сегодня вопрос токсичного контента, он актуален все-таки для интернета, для телеканалов? Да, безусловно, и для телеканалов это как вопрос вещей хороших, вещей плохих, вещей манипулирующих, вещей не манипулирующих. Он всегда был, он всегда будет, всегда будут люди, которые хотят повлиять на твое мнение. Токсичный, если говорить о том, что... Сейчас попробую объяснить. Вы знаете, когда я говорю, там, условно говоря, что я критично отношусь к тому, что делает Первый канал, ваши слушатели немедленно сделали вывод, что я ничего не знаю про Латвию, что я... Они стопудово там при себя думают, что я люблю Навального, люблю еще кого-нибудь, да, и люблю американцев. А я пытаюсь донести, что это все не равно друг другу. Да, Яна, у нас время, к сожалению, заканчивается. Такой очень короткий вывод, буквально в 10 секунд. Выбирайте, что смотреть, и будьте, самое главное, внимательны к тому, что вы потребляете, потому что то, что вам вкладывают в голову, это далеко не всегда то, что вы сами хотели бы иметь у себя в голове. Яна Бельская, главный редактор журнала «Кабельщик», была гостьей программы «Абонент доступен». Спасибо, Яна, всего доброго и до свидания. Спасибо большое.